Здарова, друзья! Пару месяцев назад я уже снимал подобное видео. Оно называлось «Лучшие и худшие фильмы 2018 года». Оно шло 10 минут, и в него я вместил аж 40 фильмов. В итоге оно вообще за рамки канала не вышло. Поэтому я решил добавлять в эту рубрику только те фильмы, которые понравились мне больше всего. А все остальные фильмы, которые я посмотрел за последние пару месяцев, я оставлю в описании. И поставлю им свою очень субъективную оценку. Поэтому, если интересно, заглядывайте и туда. Ну а сейчас усаживайтесь поудобнее и... погнали! Кто-то спросит, да чем вообще можно заниматься в этих ваших World of Warships? Да чем угодно! Тут можно воевать как все, а можно отправиться на юг. Можно бомбить врага, а можно бомбить ледники. Можно играть по тактике, а можно и по беспределу. Правда, ты скорее всего потонешь. Можно зарегистрироваться по ссылке в описании, и можно получить премиум крейсер Албани и 2 миллиона серебра в подарок. Я же говорю, тут можно все. Небольшое предусловие. Это видео со всеми фильмами, что в нем прозвучат, я изначально хотел выпустить на следующей неделе. А обзор на Мстителей сделать отдельным видосом, потому что это ну просто пипец, какое масштабное событие. Но я пришел домой с премьеры, которая, кстати, состоялась 26 апреля, начал писать текст и пришел к выводу, что об этом фильме практически ничего невозможно рассказать без спойлеров. А делать спойлерный обзор я не захотел. Поэтому сейчас я максимально коротко и без спойлеров выскажу свое эмоциональное мнение о фильме и вставлю его в самое начало уже готового ролика. Итак, Мстители. Война бесконечности. Это шедевр и, возможно, даже лучший фильм в мире. Без преувеличения. 10 лет назад я сходил в кино на первый фильм киновселенной Марвел «Железный человек». Мне тогда было 14 лет и мне он безумно понравился. Я еще с детского сада обожал комиксы Марвел, так что это тоже сыграло свою роль. И эту киновселенную я, конечно же, полюбил. Полюбил настолько сильно, что на все фильмы без исключения я ходил в кино. И все они для меня это фильмы на твердые 10 баллов. Я не придирался к мелочам, не искал косяков, потому что не люблю этим заниматься. Я просто ходил и наблюдал за развитием киновселенной. Какие-то фильмы нравились мне меньше, какие-то больше, но все они вместе вызывали каждый раз у меня эмоциональный восторг. Отдельным эмоциональным бумом можно назвать первых Мстителей. Ведь тогда, в 2012 году, нам впервые был показан Танос. И сюжет киновселенной начал движение в сторону Войны Бесконечности. За эти годы мы еще далеко не один раз видели Таноса в сценах после титров в других фильмах Марвел. И мысль о том, когда же он наконец предстанет перед нами во всей красе, никому не давала покоя. И вот наконец-таки это событие произошло. И после просмотра этого фильма, мой эмоциональный взрыв был незабываемым. Отдельно можно очень долго рассказывать о персонажах, о безумно качественном экшене, о сюжете, юморе и многом другом. Но если очень коротко, то все идеально. Этот фильм даже язык не повернется детским назвать. События, которые в нем происходят, заставляют твой мозг просто вскипать. На протяжении всей картины ты испытываешь настоящий фейерверк разных эмоций, а от финала просто впадаешь в ступор. И когда заканчивается богоподобная сцена после финальных титров, ты лишь успеваешь словить себя на мысли о том, что продолжение ждать еще целый мать его год. И поскольку это видео выйдет в субботу, 28 апреля, я могу лишь посоветовать сходить на фильмы всем фанатам Марвел. Хотя, конечно же, вы и без меня на него 100% пойдете. Я могу лишь пожелать вам удачи, чтобы эта неделя прошла для вас успешно, и вы не наткнулись на спойлеры, которые испортят вам впечатление от просмотра. А спойлеров будет очень много. Просто безумно много. Ведь это событие даже с седьмым эпизодом Звездных войн не сравнится. Как я уже сказал ранее, Мстители. Война бесконечности. Это лучший фильм Марвел, лучший фильм последнего десятилетия, и один из лучших, если не лучший, фильм в мире. Лара Крофт, расхитительница гробниц. Не так давно я выпустил видео о 10 лучших игровых экранизациях. Там я об этом фильме рассказал все более детально. Здесь же я могу лишь повторить, что Алисия Уикендер идеально попала в образ игровой героини из игры 2012 года. И ее по праву можно назвать той Ларой, которую мы заслужили. Но помимо попадания в образ, не стоит также забывать, что Алисия обладает премией Оскар. Умеет выдавать отличную актерскую игру, что собственно и демонстрирует в фильме. К роли Лары она подошла со всей серьезностью и справилась со своей задачей на отлично. Экшен в фильме на уровне, особенно потрясла сцена с самолетом, которая была показана еще в трейлере. И которая в игре тоже присутствовала. Сюжет отличный, мотивация всех героев ясна, а их поступки логичны. Единственное, что мне в фильме не понравилось, это антагонист. Складывается такое ощущение, что сценаристы пытались сделать из него нечто большее, но что-то пошло не так. Ведь у него, казалось бы, даже идеальная мотивация в виде двух дочерей имеется. В общем, потенциал был, но из него вышел просто болванчик. Во всем же остальном, повторюсь, фильм отличный. Лара Крофт стала одной из лучших игровых экранизаций и просто хорошим фильмом, который зайдет любому рядовому зрителю, который даже не знаком с игрой. Тихоокеанский рубеж 2 Фильм, на который стоило идти в кинотеатр только ради того, чтобы посмотреть, как гигантские роботы сражаются с еще более гигантскими монстрами и разрушают при этом целые города. В итоге, что ожидали, то, собственно, и получили. А лично я получил даже больше. Фильм мне безумно понравился. И я с легкостью закрыл глаза на то, что сюжет практически полностью был высосан из пальца. Например, в первой части вообще ничего не было сказано о сцене генерала. Но во втором фильме он спокойно появляется и общается со своей приемной сестрой. О главном герое первого фильма вообще забыли, как будто его и не существовало. А некоторых персонажей, которые тоже сыграли в первом фильме главные роли, они слили практически в самом начале. Я совершенно спокойно отношусь к значительному большинству жанровых клише и минусами не считаю. Но вот перечисленные ранее косяки действительно немного смогли подпортить общее впечатление. А чтобы этого не случилось, нужно было всего лишь лучше продумывать сюжет. И с уважением относиться к первому фильму. Основной сюжетный поворот пускай и стал с определенного момента фильма слишком предсказуемым. Но мне он все равно понравился. И я бы даже его назвал лучшим из возможных. Но посудите сами. В трейлере нам сказали, что новый портал открыли в нашем мире люди. И блин, ну каким нахрен нужно быть поехавшим дебилом, чтобы открыть портал монстрам, которые хотят лишь все уничтожить? Какая должна быть мотивация? Я боялся, что здесь они накрутят какой-то глупости, но нет. Антагонист оказался действительно неплохо смотивирован. И все получилось даже очень логично. Ну а про экшен в фильме я вообще молчу. Он шедеврален, богоподобен, идеален. После выхода из кинотеатра я готов был сразу покупать билеты на новый сеанс. Такое масштабное и эпичное зрелище можно пересматривать очень долго. По количеству экшена даже трансформеры соснули. Ну и здесь, наверное, свою роль сыграло еще то, что смотреть на бои роботов уже немного поднадоело. А вот егери с Кайдзью стали небольшим глотком свежего воздуха. В общем, фильм отличный. С нетерпением жду выхода на DVD, чтобы посмотреть его еще раз. Концовка, кстати, тоже порадовала. Дала жирнющий намек на продолжение, и я надеюсь, что оно будет. Первому игроку приготовиться. Нет слов, одни эмоции. Этот фильм однозначно стал одним из лучших фильмов Стивена Спилберга. В нем идеально практически все. Сюжет, экшен, отсылочки, саундтрек, каждая минута этого фильма вызывала у меня искреннюю улыбку и настоящее счастье. Начну с того, что я с легкостью с самого начала начал ассоциировать себя с главным героем. У нас слишком много общего, и я уверен, что сходство с ним обнаружило и большинство других зрителей, которые являются настоящими гиками. Благодаря такой простоте и сходству я начал ему сопереживать с самого начала. Далее его персонажи раскрыли до конца, и сделали это великолепно. Немало времени также было уделено второстепенным персонажам и антагонисту. В общем, в плане сюжета здесь даже придраться не к чему. Но а графончик с экшенчиком, ну что я тут могу сказать? Конечно же, все великолепно. Оазис просто дух захватывает. Созданный мир заслуживает высших похвал. А каждая отсылочка бьет по вашим ностальгическим чувствам и не только. В общем, как я сказал в начале, нет слов, одни эмоции. Единственное, что мне не понравилось, это, скажем так, устройство, благодаря которому игроки заходили в Оазис. Дело в том, что нам сразу было показано множество устройств, которые фиксируют тело игрока, чтобы тот не врезался в стену и никак не пострадал. Ведь те же движения, которые он делает в игре, он исполняет и в реальности. Сразу возникает вопрос, а как, например, он делает прыжок с кувырком или сальтуху? Это первая претензия. Далее нам показали, что устройства могут быть разные. Кто-то играет сидя, а кто-то лежа. Но при этом были также показаны сцены, в которых сидящий игрок все равно делает движения руками. Как в игре, так и в реальности. То есть, что выходит? Мысленно ему подвластны только движения ног? И блин, это тоже еще не конец. В конце фильма и вовсе была сцена, в которой толпа бежала на толпу. Как в игре, так и в реальности. Но если в игре они бежали по открытому полю, то в реальности они бежали по улице. И по идее, они должны были врезаться в ближайшую стену. То есть, реально, вопрос к самому устройству. Нам вообще никто за весь фильм ни разу не показал то, как оно работает и чем устройства отличаются друг от друга. И я бы закрыл на это глаза, хотя я и так это минусом не считаю, если бы не смотрел такое аниме, как Мастера Меча Онлайн. Там тоже люди играли в игру виртуальной реальности. Но при этом, шлем, который они одевали, не заставлял их повторять движения. Все происходило на подсознательном уровне. Шлем воздействовал напрямую на мозг игрока. Благодаря этому, игра могла передавать болевые эффекты, приятные эмоции, можно было почувствовать наслаждение. Даже можно было есть. Программа в шлеме обманывала ваш мозг и притупляла чувство голода. То есть, вы могли месяц питаться едой в игре, не испытывав чувства голода. Но в реальности, ваш организм постепенно бы умирал. И это я рассказал вам лишь основу. В Мастерах Меча Онлайн, детально и поэтапно было рассказано и показано, как работает шлем. Благодаря этому, во время просмотра, никаких вопросов к происходящему не возникало. А вот в фильме, первому игроку приготовиться, у меня буквально в каждой сцене возникал вопрос. Что? Как он это сделал? Как это работает? Это ведь тупо или же нет? На самом деле, я сейчас, наверное, не сказал вам ничего нового. Это не понравилось абсолютно всем. Все ютуберы говорили об этом в своих обзорах. И простые люди тоже писали об этом в своих отзывах. Так что да, это, пожалуй, единственный, более не менее весомый минус фильма. Во всем остальном, он шедевр. Рэмпэйдж Пару минут назад я уже говорил, что хорошо отношусь к большинству жанровых клише. Придумать что-то по-настоящему уникальное в наши дни невозможно. Поэтому я никогда не хейтил и не хейчу экшен-фильмы, которые снимаются только ради того, чтобы показать экшен. Наоборот, они мне очень даже нравятся, ведь они являются отличным развлекательным аттракционом. И вот как раз Рэмпэйдж это тот самый случай. Ну а о клише вначале я заговорил лишь потому, что его концентрация в Рэмпэйдже просто зашкаливает. Ну вот помните фильмы 90-х или 2000-х, когда миру грозила страшная угроза, противник приближался к городу. Все это сопровождалось эпичными кадрами и диалогами военных в стиле поднять истребители, приготовиться к бою, сбросить бомбы, направить все силы туда. Время уходит, вот-вот произойдет взрыв, но главный герой успевает спасти мир за считанные минуты до взрыва. Ну вот это как раз точно такой же фильм. Стандартные герои, стандартные второстепенные персонажи, стандартные военные и такие же злодеи. Вообщем все в фильме работает по давно проверенной схеме. Плохо ли это? Нет. Это хорошо, не шедеврально и не ужасно. Просто хорошо. Не 5 с плюсом, не 4, а просто 5. Фильм очень хорошо развлекает и показывает безумно качественный экшен. Он изначально должен был это и показывать и он справился со своей задачей на отлично. Поэтому за что-либо его ругать я не вижу никакого смысла. Куда приятнее мне будет похвалить эту картину. Начну с того, что это очередная неплохая игровая экранизация. Да, если кто не знал, есть такая игра прямиком из 80-х. Но в те времена она была лишь игровым автоматом без сюжета. Перед создателями стояла задача придумать то, как эти монстры вообще появились и они это сделали идеально. Генные мутации, скрещивание видов и так далее. Логично, просто и понятно. Актеры справились со своей задачей на отлично. Играть тут особо нечего. Но Джеффри Дин Морган как всегда бесподобен. Ну а скала? Это просто скала. Он тоже очень крут. Еще могу отметить многочисленные убийства гражданских. И действительно неплохую массовку. Вспомните любой экшен-фильм с рейтингом 12 или 16+. Ну или вот посмотрите на недавний Тихоокеанский рубеж 2. Кайдзю приближаются к городу и за считанные минуты все люди в городе сразу эвакуируются. На улицах не остается никого. Да, я понимаю, что везде по городу есть убежище. Но все равно в панике так быстро все сделать невозможно. Когда монстры или роботы в любом фильме громят города, нам крайне редко показывают то, как от этого страдают мирные граждане. В Рэмпейдже подобных кадров очень много. Волк пожирает автобус с гражданскими. Крокодил разбрасывает машины и из них в разные стороны разлетаются десятки людей. Горилла топчет пачками военных. Волк бежит, вдавливая в землю гражданских. Здания падают на толпу невинных граждан. Подобных кадров в фильме действительно очень много. И это добавляет к картине реализма. А вот юмора в фильме, кстати, мало. Но все шутки уместные и бьют в десяточку. Плюс трейлер на самом деле скрыл очень много сцен фильма. Так что даже здесь картина умудрилась меня удивить. Сцена с падающим небоскребом просто потрясающая. Да и вообще весь экшен в фильме заслуживает высших похвал. Подытожив могу сказать, что мне фильм очень понравился. И я бы даже от сиквела не отказался. Только что я рассказал вам о фильмах, которые смотрел в кинотеатре. Теперь же напоследок давайте я проведу небольшой блиц. Как в прошлом видео. Дальше вы услышите о фильмах, которые я посмотрел дома за последние пару месяцев. И которые мне больше всего понравились. Счастливый день смерти. Интересный хоррор с харизматичной главной героиней, неожиданными поворотами и непредсказуемым финалом. Убийство в Восточном экспрессе. Отличная детективная история с множеством известных актеров и интересным сюжетом. Смерть Сталина. Неплохая политическая сатира. Парадокс Кловерфилда. Отличный фильм и достойное продолжение вселенной, которая раскрыла множество новых интересных деталей. С массовой критикой картины я в корне не согласен. Мне фильмы безумно понравился. Несчастный случай. Скажем так, это Джон Уик на средних настройках. История рассказывает о профессиональном убийце, против которого повернулись все его коллеги-киллеры. Интересных моментов в фильме масса. Сюжет тоже не подкачал, так что рекомендую ознакомиться. Обитель теней. Неплохой хоррор со скучным сюжетом, но интересным и неожиданным финалом. Ритуал. Безумно атмосферный, красивый, но, к сожалению, не страшный. Хоррор. Я, Тоня. Прекрасный фильм и биография. Форма воды. Безусловно, очень хороший фильм, но я бы не сказал, что он заслуживает Оскара. Как по мне, в 2017 году были фильмы в десятки раз лучше. Фердинанд. Совершенно обычный, ничем не примечательный, добрый и позитивный мультфильм. Тайна Коко. 10 из 10 лучший мультфильм 2017 года. В конце я даже не удержался и всплакнул. Чудо. Интересный фильм с правильным посылом, рассказывающий о нелегкой судьбе мальчика с необычной внешностью. Аннигиляция. Фильм-головоломка, от которого может вскипеть мозг, но который увлекает своей атмосферой и созданным миром. Ветреная река. Одна из лучших детективных историй, что я смотрел за последнее время. Таких эмоций я давно не испытывал. Однозначно 10 из 10. Увиджи проклятие Вероники. Об этом фильме я даже хотел записать отдельное видео. В феврале месяце все новостные киноресурсы писали о нем рецензии и называли его самым страшным фильмом в истории. Даже почти все кинокритики поголовно писали о том, что не могли нормально спать после его просмотра. Я это кинцо, конечно же, тоже посмотрел. Паранормальное явление так уж сложилось, что я не верю, но несмотря на это, напугать он меня все-таки смог. Последний раз мне так было страшно, когда я смотрел фильм Синистер. И то, я бы даже сказал, что проклятие Вероники все же страшнее Синистера. В общем, кинцо реально очень страшное. Советую его посмотреть всем любителям хорроров. Оставшийся список фильмов, которые я посмотрел, я добавил в описание. Они ничем меня не зацепили, и я не стал ничего о них говорить. Но если вам интересно, то заглядывайте в описание. Ну а на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и вступайте в группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех последних новостей о фильмах, играх и сериалах. Ну а также подписывайтесь на мой второй канал, на котором каждую пятницу в 16.00 по МСК я провожу свои стримы. Если интересно, заглядывайте. Всем удачи, друзья, и всем пока.